46-й президент Соединенных Штатов. После акции протеста, скандалов и упрямого нежелания Дональда Трампа признавать поражение, Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приняли присягу на западной террасе Капитолийского холма. Впервые инаугурация проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Капитолий и Белый дом ограждены барьерами. Попасть на церемонию можно только по билетам в охране более 20 тысяч военных с оружием. О самой церемонии и о новом американском лидере в материале наших корреспондентов. Джо Байден официально принес присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды. На протяжении веков американцы испытывали новое. И причиной этому была Америка. Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а дело. Дело демократии. Воля народа была услышана. Мы снова узнали, демократия драгоценна. Демократия хрупка. Но в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала. На торжестве, вопреки традиции, не присутствовал 45-й президент Дональд Трамп. В своей прощальной речи он все же упомянул о новой администрации. Впрочем, имя преемника не произнес ни разу. Перед уходом из Белого дома Трамп намекнул, что еще встретится с американцами в будущем. Это была большая честь. Честь всей жизни. Это величайшие люди в мире. Величайший дом в мире. Мы называем его домом. У нас были потрясающие 4 года. Мы многого достигли. Мы любим американский народ, и это было нечто особенное. Я просто хочу попрощаться. Но, надеюсь, это недолгое прощание, и мы увидимся снова. Всем большое спасибо. Вместе с женой Милани и Дональд Трамп на вертолете добрался до борта номер один. К самолету прошли по красной дорожке в сопровождении песни YMCA. Трамп покинул Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена. Обычно в этот день уходящие президенты приветствуют своих преемников в Белом доме и вместе отправляются в Капитолий на церемонию. В этот раз чета Трампов демонстративно отказалась принять супругов Байден. Кроме того, Дональд Трамп забрал с собой так называемый ядерный чемоданчик. Он полетел вместе с ним во Флориду. Завтра в полдень офицер, отвечающий за ядерные коды, вернет чемодан в Вашингтон. Новоизбранному президенту пришлось лететь в Вашингтон на свою инаугурацию чартером. Хотя по традиции за новым президентом бывший отправляет правительственный самолет. Но борт номер один был занят Дональдом и Меланией Трамп. Впрочем, Байден не единственный, кто добирался в Капитолий демократично. Один из президентов США и вовсе пришел на собственную инаугурацию пешком. 46-му президенту самой могущественной державы мира в этом году исполнится 78. Это рекорд для американских президентов. Опытный политик, член демократической партии, был вице-президентом США. Он второй в истории Соединенных Штатов президент-католик. Из-за карантинных ограничений большого числа зрителей возле Капитолия нет. По всей стране за церемонией инаугурации президента американцы наблюдают по телевизору. На Капитолийском холме только члены Конгресса. Накануне там установили 200 тысяч флагов, чтобы почтить память умерших во время пандемии COVID-19 и в честь тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии. Елена Террен, Роман Смоллер, Телеканал «Дом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова